В Доме Дружбы города Махачкалы прошло торжественное награждение победителей и призеров второго республиканского конкурса «Золотые правила нравственности», организованного Муфтиатом Республики Дагестан. В мероприятии приняли участие представители органов власти и духовенства республики. Подробнее расскажет Абдулла Алиев. 17 муниципалитетов, более 500 участников. В этом году конкурс «Золотые правила нравственности» увеличил масштабы. Он состоял из нескольких этапов. На одном из них участники конкурса, а это ученики школ и студенты СУЗов Республики, соревновались в знаниях о своем родном крае. Одно из главных направлений этого конкурса – побудить подрастающее поколение к изучению истории и традиций своего родного края. И можно сказать, что у организаторов «Золотых правил нравственности» это получилось. В поделках, которые сделали ребята, отображена национальная культура Дагестана. Конкурс проводился с целью духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. В дальнейших планах у его организаторов выпустить специальное учебное пособие. У нас собран уже материал. За два года проведения этого конкурса планируем выпустить далее пособие, по которым мы в последующем, в следующие годы будем проводить конкурс. Эти пособия, они предназначены как для детей, так и даны методические рекомендации, как использовать это пособие родителям, так же воспитателям, учителям. Уже традиционно по окончанию всех этапов конкурса состоялось торжественное мероприятие. Оно началось с выступлений представителей правительства республики. От имени председателя Народного собрания Дагестана Хизири Шахсаидова его заместитель Елена Ельникова выразила благодарность организаторам конкурса, а в частности муфтию республики Шейху Ахмаду Афанди. Нам очень приятно видеть, что данный конкурс, данное мероприятие набирает свои обороты. Расширяется охват участников и организаторов, привлекается внимание общественности. Позвольте мне, прежде всего, от имени председателя Народного собрания передать вам, прежде всего, благодарность. Огромную благодарность муфтияту нашей республики и особенно нашему уважаемому дорогому шейху Ахмад Хаджи за то, что по его инициативе вы организовали такое светлое, такое нужное мероприятие. Далее министр по национальной политике и делам религии Республики Дагестан Энрик Муслимов наградил почетной грамотой руководителя конкурса «Золотые правила нравственности» Патимат Гамзатову. Послан министра нравственной ценности служит основой добропорядочности и поэтому проведение подобных конкурсов имеет важное значение в воспитании подрастающего поколения. То, что дает данный конкурс для молодых людей, да не только для молодых людей, но в моей воле, наверное, надо было провести такие конкурсы и правила установить во всех учреждениях, независимо от формы собственности. Потому что они нужны всем, и тем более не только опознавать их, но и следовать им. Стоит отметить, что в конкурсе принимали участие представители всех традиционных конфессий Дагестана. Одна из его задач – укрепление дружеских отношений между жителями республики, невзирая на национальную и религиозную принадлежность. Очень приятно сегодня видеть молодых людей в таком юном возрасте, школьников, но которые заинтересованы тем, чтобы в дальнейшем быть максимально полезными для общества. Это очень приятно. И очень приятно, что данный конкурс имеет такой объединяющий фактор. Он объединяет все национальности, традиции, культуры и конфессии, что очень важно. В Вьетнаме перед всеми стоит самая главная задача. И перед исламом, и перед православием, иудаизмом, в частности здесь, в нашей республике, и воспитать новые поколения людей, которые бы понимали, что такое нравственность, как в советской школе говорили, что такое хорошо, что такое плохо. И вот через такие конкурсы мы надеемся на то, что у нас это получится. Наши дети должны знать, помнить, как веками, тысячелетиями наши народы выживались в братской семье. И для этого такие конкурсы как раз-таки укрепляют сознание нашего подростающего поколения. Конкурс также был направлен на то, чтобы помочь его участникам раскрыть свои сильные стороны и сделать судьбоносное решение – выбрать для себя профессию. На заключительном этапе ребята рассказывали о своем будущем виде деятельности. Одна из участниц Мадина Исалаева мечтает стать врачом. На это, как она рассказала в своей презентации, ее побудили личные мотивы. Когда моя мама была больна, у нее правая лицевая нерв была воспалена. И мне стало очень грустно, когда маме так больно было. Я с этого дня решила выбрать эту профессию. По завершению мероприятия состоялось торжественное вручение благодарственных писем, а также награждение победителей и призеров конкурса. Авдулла Алиев, Магомед Магомидов, телеканал ННТ, Махачкала.